Вечер. Как и планировали, запустились в 20.00. Я надеюсь, что вы успели и завершили все свои важные дела. Ведь сегодня у нас очень важный день, потому что сегодня последний день нашего бесплатного тренинга. Да, именно. Мы всю неделю делали упражнения, я рассказывал теорию. Я надеюсь, что-то вам было реально полезно. И сегодня я также расскажу очень полезную вещь, которая, собственно, может перевернуть вообще ваше восприятие некоторых вещей. И сегодня я в конце презентую как раз нашу платную часть, которая будет длиться неделю. Следующую. Кто присоединился, кто уже смотрит, те поставьте, пожалуйста, плюсики. Поставьте плюсики в трансляции. Если не знаете, как поставить плюсик, то просто разверните это видео, нажмите на него, чтобы оно развернулось у вас. И отметьте, что вы тут, что вы с нами. Так, сейчас я еще разочек проверю, все ли работает. Напомню, что на прошлой трансляции, да, на прошлом уроке, вчера я рассказывал о том, как побороть страхи. Давал очень хорошую действенную методику. Мы даже успели рассмотреть индивидуально, да, некоторые ситуации. Я прям прокомментировал по ходу, когда вы писали в своих, когда вы писали в комментариях. Так, и кто не смотрел, да, тот обязательно посмотрите. День четвертый, как побороть страхи. Так, ну что, что, кто у нас, кто у нас присоединяется, кто присоединился, ставьте плюсики. Кто тут? Сегодня я, конечно, понимаю, что... О, привет, привет, народ, постепенно присоединяйся. Ким, привет. Я, конечно, понимаю, что сегодня пятница, и, в общем-то, да, ну, многие люди пошли уже тусоваться куда-нибудь, вот, и кто, собственно, присоединился, тот, наверное, самый смелый, умелый и вообще выдержанный, да. Ведь какому нормальному человеку в голову придет в пятницу вечером заниматься обучением, вот, либо это очень замотивированные люди, которые заинтересованы собственном развитии, ну, либо просто кому-то нечего делать, вот. Вот, мы обычно, вот, психологи, у нас вечно в выходные проводятся всякие обучения, и у нас часто все выходные уходят на то, чтобы разобрать ту или иную тему. Вот, у нас иногда бывает аж по три дня с утра до вечера, с пятницы по воскресенье, вот, поэтому вы молодцы, что заинтересованы в собственном развитии, росте и повышении самооценки. Ведь у нас так тренинг называется. Так, хорошо. Ну, пока, вижу, не очень много людей, да, присоединилось. Ну, если присоединились, то не молчите, не тихоритесь, скажите, что вы живы, и отметьтесь, прям поставьтесь, поставьте плюсик в комментарии, ну, либо еще что-нибудь. Можно писать, привет. Привет. Окей. Ну что, тогда начнем. Начнем. Да, кто присоединяется, тот пускай присоединяется, кто уже смотрит. Всем привет. Сегодня темой нашего урока, можно так назвать, будет «Как научиться говорить нет». Да, я регулярно просматриваю группу, я смотрю, что вообще вы пишете. И вот в первом посте, да, в этой группе я прям очень много вижу людей, которые хотят научиться говорить нет. Вот прям вижу тут, как научиться говорить твердо и нет. Это касается всех сфер жизни, работы, личной жизни, отношения, родственников. Да. Вот прям, вот, да, вот второй, да, комментарий. Как научиться не позволять собой пользоваться, уметь сказать нет, не опасаясь, при этом потерять мужчину. Вот, то есть такая очень популярная тема, правда. Что тут, где тут еще было? А вот, да, вот Анна тут тоже, вот, Фомичев пишет. Хочу научиться говорить нет и в учебе, в личной жизни. Хочу научиться забывать плохие моменты в жизни. Ну, то есть очень много. А вот, очень хочу научиться говорить нет родственникам, близким, прощать обиды. Ну, прям реально очень актуальная тема и очень важная. Да, потому что слово Оля, привет, привет, рад тебя видеть. Потому что вообще тема говорить нет, да, это тема, которая касается наших личных границ. Да, есть такое понятие, личные границы. Вот есть наши физические границы, да, там, наше тело. И если кто-то там наступает на ногу, нас толкает случайно или еще там, не знаю, ударяет, то это нарушение наших физических границ, да. И скорее у нас вызывает это реакцию возмущения. Нам хочется отстоять эту личную границу. А есть наша внутренняя граница. То, что касается наших чувств, мыслей, там, переживаний, какого-то комфорта, личного времени. Ну, то есть вот все, что для нас важно, да, внутреннее, ну, даже пространство, собственно, где мы живем, это тоже наша некая личная граница. Да, и вот, например, вот у меня в детстве часто родители нарушали мои личные границы и, там, смотрели мои вещи, лазили по ним. Это мне было очень неприятно. Вот. И, собственно, даже брать чужие вещи – это тоже вот нарушение таких вот личных границ. Да. И говорить «да» или «нет», ну, учиться – это тоже отстаивание своих личных границ. Почему это важно? Потому что, если вы не умеете говорить «нет», то, скорее, другие люди начинают этим пользоваться. К тому же, если они сами не очень чувствительны к границам других людей, то они начинают прям вам садиться на шею. И вот сколько ко мне обращаются, там, девушек, женщины, консультации, это у них вот часто прям встречается такая проблема, что в отношениях они живут… У меня вот была клиентка одна, ну, не буду, конечно, говорить имени, да, но она там живет со своим парнем, зарабатывает больше его, и он вот ее контролирует, она никуда не может выйти, ни йогой позаниматься, ни в парке погулять, может сказать ему «нет». Ну вот, и, собственно, ну, боится. Да, и вот если вы не умеете говорить «нет», постоянно соглашаетесь, то вот эта удавка, она вечно затягивается, 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 особенно если другой человек – манипулятор. И в конце концов вы оказываетесь вот в таких тисках. Да, вас начинают контролировать. Поэтому, привет, Алена, поэтому учиться говорить «нет» – это очень важная способность, да, которой, ну, нужно учиться, тренировать ее, вот, для того, чтобы, в принципе, с другими людьми у вас отношения, ну, были лучше, да, чтобы вы не накапливали негатив, потому что если вы часто соглашаетесь, но реально вам это неприятно, скорее вы накапливаете много негатива, раздражения, потом взрываетесь, и, скорее, даже это может испортить больше ваши отношения, чем, там, вы одноразово где-то, да, скажете, там, точечно «нет». Ну, представьте, да, то есть вы, как бы, копите, копите, копите это все, потом, бац, все взрывается, истерика, слезы, крики, разводы, расставания, да, а когда вы все-таки говорите «разово нет», то это не имеет таких катастрофических последствий, да, как вот если вы накапливаете, и, ну, все-таки помогает сохранять отношения гораздо больше, да, чем, нежели вы накапливаете это в себя, и потом в конце взрываетесь, и говорите, что вас все достало. Татьяна, привет, добрый вечер, да, рад, что присоединилась к нам. Кто еще присоединился к трансляции, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, разверните его, нажмите на полный экран, там вот вы увидите другие люди тоже отписываются. Хорошо. Я, честно говоря, думал над тем, в принципе, как вот вас научить этому всему, да, вот научиться там говорить «нет», потому что психологи, когда учатся, они достаточно долго этому учатся, да, и постепенно зреют. Есть различные схемы, по которым можно учиться говорить «нет», и есть схемы такие многоэтажные, где в четыре этапа можно отказать человеку, ну, скорее, они такие вежливые, да. Например, есть схема там в четыре этажа, когда вы сначала говорите о своем переживании, потом говорите другому человеку, другому человеку вашу потребность, потом аргументируйте, потом принимаете решения, вот. Ну, то есть все это очень многоэтажно, да. Ну, например, ну, это очень сложно, просто я понимаю, что вы не запомните это, скорее всего, да. И в жизни это сложно применять, да, то есть вам нужно, как на холодных продажах на телефоне, да, что первое говорит, что второе говорит, что третье, что четвертое, что пятое, вот. И вот некоторые схемы, они вот очень бывают длинные. Я просто не стал вам их давать, потому что, ну, скорее, вы просто их забудете в обычной жизни, да. А чтобы их практиковать, ну, на это нужно время и желание. Вот, поэтому я, скорее, пойду по более простому пути, но более эффективному, да. И, собственно, важно-то что? А важно тут даже не то, чтобы вы сказали свое «нет» и полили это различными аргументациями, вашими чувствами, там, не знаю, принятием общего решения, потребностями. Скорее, важнее всего, в принципе, дать себе такое право говорить «нет». Да? Ну, а чего вообще стоит-то за этим неумением говорить «нет»? Вот в отношениях, да, часто, например, часто за этим стоит, конечно, страх. Страх, страх, что меня не будут любить, если я буду иногда отказывать, да, там, у некоторых страх, что их бросят. И, скорее, вот такой способ, он, ну, не очень эффективный в отношениях, потому что чем больше вы соглашаетесь постоянно, чем больше вы, там, потворствуете желаниям, да, другого человека, тем больше он теряет к вам уважение. И чем больше он теряет к вам уважение, тем больше вероятность, что он от вас реально куда-нибудь уйдет, потому что вы ему просто перестанете быть интересным, он перестанет вас уважать. Вот, понимаете, о чем я? Поэтому, ну, скорее, когда вы искренне, да, и когда вы действительно говорите о том, чего хотите, вы, скорее, вызываете больше уважения другого человека, чем постоянно говорите «да», «да». Вот, и это, ну, скорее, больше разрушает отношения. Ну, я уже говорю, да, что все-таки еще и негатив накапливается, при этом раздражения очень много. И, смотрите, я придумал такую интересную метафору для вас. Если, кстати, да, возникают какие-то вопросы, да, по ходу моего рассказа, то можете прям не стесняться, уверенно писать эти вопросы в чат. Будем их обсуждать, будем говорить, я буду прям давать комментарии по каждому вопросу. Вот, так что прям смело пишите то, что вас интересует, что вас волнует. И можете, кстати, написать, да, вот это очень важно, что где, в каких отношениях, вот вам, например, сложно сказать «нет». Да, и вообще, вот, происходит ли у вас такое в жизни, что вы не можете как-то отказать. Вот, если есть такое, вы прям можете написать, да, в каких отношениях, где, с кем вы, вот, боитесь сказать «нет». А я пока буду рассказывать. Вот, вопрос. Что нужно для того, чтобы поднять 100-килограммовую штангу? Что нужно, как вы думаете? Прям напишите сейчас в чатике. Что нужно для этого? Что нужно для того, чтобы поднять 100-килограммовую штангу? Ну, в спортзал, если вы пришли заниматься. Ладно, не буду вас мучить. Ну, понятно, что, да, заниматься надо, питаться нормально надо. Но хорошо бы, действительно, для этого, чтобы вы поднимали, ну, скажем, вес больше, гораздо. Ну, ладно, 100-килограммовую штангу, это я прям много взял. Давайте 50. Да, вот, что нужно для того, чтобы поднять 50-килограммовую штангу? Нужно поднимать 100-килограммовую. Очень легко. То есть, если вы поднимаете 100 килограмм, то проблемы для вас никакой не составляет поднять, там, 50 килограмм. Ну, логично, да? И почему я эту метафору привожу? Ну, потому что слово «нет», «отказ» – это тоже некая такая штанга, да, там, ну, скажем, в 100 килограмм. И для того, чтобы нам ее с вами легко поднять, для того, чтобы это легко делать, нам нужно поднять вес больше, чуть-чуть. Поэтому мы будем тренироваться. И в чем заключается тренировка? Для некоторых слова «нет», оно является действительно таким пугающим, вообще, отказ. И для этого я скорее, ну, спрошу, а что является вот самым таким жестким отказом? Да, вот есть, например, «нет», а есть более жесткий отказ. Да, вот слово «нет» – это как, скажем, 50-килограммовая штанга, а есть более жесткий отказ. Это как 100 килограмм штанга. Вот что является самым жестким отказом? Какое слово? Как вы думаете? Прямо напишите в чате сейчас. Вот после слова «нет». Так, ну, где вы, ребятки, там? Татьяна, Алёна, Оля. Что является самым жестким отказом? Ну, ребятки, ребятки, давайте, не тихоритесь, пишите уже. А то я сейчас сам все расскажу. Так, ну что, есть мысли-то у вас какие-нибудь по этому поводу? Что является более жестким отказом после слова «нет»? Что более жестко звучит? Так, ладно, хорошо. Смотрите, более жестким отказом является то, когда мы посылаем «нахер». Когда мы умеем послать «нахер». Ну, то есть, грубо говоря, «нет» – это как посыл «нахер». Ну, то есть, более, вот так сказать, крайняя форма, да? А после «нахер» еще и «нахуй» можно послать. Вот «нахуй» – прям самая грубая форма. Я надеюсь, вы все нормально относитесь к мату. Вот. И для того, чтобы нам научиться говорить «нет», нам нужно внутри себя хотя бы научиться посылать «нахуй». Ну, или «нахер». Понимаете, о чем я? То есть, когда вы сумеете это сделать, то сказать «нет» – обычное для вас не составляет труда. Да, я сейчас вас не призываю к тому, чтобы, ну, это использовать в разговорной, в обычной речи, да, для того, чтобы посылать других «нахуй» или «нахер». Скорее нужно разрешить себе и внутри себя это сделать. Вот, прям вот вам даю упражнение такое, да, чтобы… Вот сейчас представьте человека, которому вам сложно отказать. Ну, или когда-то вам было сложно отказать. Вот. Ну, если сейчас данный момент такого человека нету. Вы представляете его, смотрите, слышите его какую-то просьбу, на которую вы не хотите откликаться, который, возможно, вас раздражает, и внутри себя говорить ему. «Пошел нахуй». Ну, или «нахер». Кому как удобнее. Ну, «нахуй» лучше. Это прям самая крайняя форма. Вот, прям на него смотрите, говорите внутренне. Если можете, прям скажите это даже вслух. Если рядом там никого нету, но если нормально, да, прям вот смотрим на него и говорим, «Пошел нахуй». Можно шепотом. «Пошел нахуй». Прям вот если шепотом. Дальше. Теперь. Как ваши ощущения? Вот обычно это прям очень сильно прям придает энергии. Сразу прям вот эта вот наша такая темная сторона начинает проявляться. Обычно сразу больше энергии, сил внутри возникает. Вот как у вас сейчас ощущения после этого? Ну, а напишите в комментариях, да, когда вы это делаете, что с вами происходит? Как ваше состояние меняется? Вот я прям чувствую, что вот у меня прям сразу спина начинает распрямляться. Я прям себя уверенно, прям более чувствовать начинаю. Заземленно. Как-то сидеть начинаю даже лучше. Вот. Что с вами вот происходит? Сейчас вот опишите, когда вы эти вот такие подобные слова говорите другому человеку. Так. Вы там живы вообще, ребята? Эй, откликнитесь уже кто-нибудь. Ладно. Сегодня что-то все такие скромные. Смотрите. Дальше. После того, как вы научились это говорить, вы пробуйте посмотреть на другого человека и сказать ему нет. Вот после того, как вы послали его нахуй или нахер. Вот прям смотрите и пробуйте говорить ему нет. Ну, там, на его просьбу. Вот прям мысленно услышите ее. И как меняется ваше ощущение? Да, ваше ощущение того, что вот легче вам сейчас говорить нет ему после этих фраз? Если легче, то вы все правильно сделали. Да, мы сейчас как раз как раз усилили вот эту вот сторону вашу. И слово нет для нас уже является, ну, грубо говоря, да, там, с одной стороны у нас является одна сторона наша полярность, когда мы там все время говорим да, а другая, самая крайняя, это когда мы нахер говорим сразу. Вот. И теперь, когда мы усилили вот эту сторону, теперь мы возвращаемся к середине, к золотой. И чувствуем, как нам в этой середине вообще, ну, отказывать, да. Теперь нам гораздо проще научиться говорить нет после этого. Вот. Поэтому важно если вы хотите кому-то отказать, не обязательно посылать этого человека вслух, да, возможно, лучше внутри себя представить этого человека и прям вот реально его послать. Послать. Ну, прям послать, да. А после этого вы пробуйте ему уже отказать, ну, в нормальной человеческой форме, да, без грубости. вот. Поэтому важно дать себе разрешение вот на то, чтобы внутри себя хотя бы мы могли посылать человека. Да, ну, кто-то может сказать, что это не очень вежливо, не очень хорошо, но, ребятки, это вас, я думаю, родители научили, как быть вежливым, как невежливым, все в мире очень относительно, да, и святых людей не бывает в этом мире. Вот. Поэтому вот прям вот этот инструмент себе берите, пробуйте и делайте. Все ли понятно, как это работает? Если понятно, поставьте плюсики, пожалуйста. так, надеюсь, вы поняли. Хорошо. Дальше. Я обещал сегодня, да, ну, так, чтобы не затягивать наш сегодняшний вечер, наш замечательный пятничный вечер, может быть, кому-то хочется сходить отдохнуть, да, после того, как я рассказал, я обещал рассказать про платную часть нашего тренинга, да, и что вообще там будет, и какие условия участия. Есть несколько вариантов участия. Для людей, которые хотят прям индивидуально поработать по скайпу, встретиться, решить прям конкретную ситуацию со мной вживую в течение трех недель, да, мы будем делать несколько скайп-встреч на протяжении этих трех недель, у нас будет еще, соответственно, группа, да, закрытая, вот, где также будут задания. есть вот такие условия для этих людей, то, что называется такой вип-тренинг, да, но так как я не могу много дать индивидуальных консультаций, да, есть некое ограничение, да, туда я могу взять только семь человек, только семь человек, потому что, ну, сейчас вот я больше не могу клиентов принять пока, вот, так как с этими людьми мы будем общаться, работать над их ситуацией еще и по скайпу, уже индивидуально разбивать. И как раз мы будем работать более углубленно и с самооценкой, и с уверенностью, бороться с разными страхами, да, прям тренироваться, отказывать, говорить нет. И стоимость вот этого вот вип-тренинга для семи человек, да, стоит у нас 14990 рублей. Вот, прям вот такое горячее предложение, но только для семи человек. Да, если вы чувствуете, что у вас сейчас нет там сразу таких денег, вы, конечно, можете оставить предоплату, и вы за собой место это застолбите. Да, там достаточно оставить предоплату, там, 5000 рублей, и ваше место прям будет забито. Никто его не возьмет больше. Да, если вы чувствуете, что у вас нет сейчас, да, возможности оплачивать такие вип-тренинги с моими личными консультациями, то у нас есть базовый курс уже для всех. Для тех, кто, собственно, в группе в нашей, для тех, кто прошел подготовку, вот эту недельную, да, у нас будет скидка, у нас будет скидка, ну, полный тренинг для тех, кто не был, не проходил приглашение такое, подготовку не проходил, у нас будет стоить 7000 рублей для тех, кто свеженький, да, а кто уже проходил, кто уже первую неделю прошел, кто уже в теме, я делаю скидку для них 60%, да, и для них стоимость этого тренинга будет, там, 2500 рублей, на самом деле это достаточно дешево, вот, поэтому для тех, кто хочет принять участие либо в VIP-тренинге, да, с моими личными консультациями по скайпу, у вас есть 24 часа, чтобы принять решение, да, и за эти 24 часа вы можете внести предоплату 5000 рублей для того, чтобы свое место застолбить, с вами будем заниматься уже 3 недели, целые 3 недели, вот, и для тех, кто хочет пройти базовый курс, уже тоже более углубленный, у нас будут такие упражнения, ну, в качестве игры больше, да, когда мы в жизни будем пробовать разные модели поведения, когда в жизни мы будем пробовать реагировать по-другому на разные ситуации, ну, представьте, что это такой квест некоторый, некоторый, да, для тех, стоимость будет, да, 60% скидкой 2500 рублей, вот, так что выбирайте варианты, которые вам сейчас подходят, у нас будет круто, интересно, здорово, задания будут еще более интересные, и скорее вам их вот прям нужно будет уже применять в жизни, в реальности, да, отписываться, и задания будут делать уже все, потому что это очень важно, вот, и сейчас, да, я хочу, чтобы вы, вот, те, кто проходили уже вот этот недельный бесплатный, да, тренинг, оставили свои отзывы, да, в этой группе я сейчас сделаю, вот, сделаю сейчас специальный пост, самый первый, да, где вы должны оставить свои отзывы, о нашем замечательном тренинге, да, я прям напишу сейчас его, да, отправить, вот, и в комментариях, пожалуйста, оставьте свои отзывы, свои впечатления, да, какие у вас результаты произошли, что для вас было важного, интересного, что вам удалось попробовать, может быть, какие-то уже действительно изменения у вас начали происходить, какие упражнения были для вас полезны, вот прям конкретно пишите вот свой результат в комментариях под этим постом, вот, это очень важно для других людей, да, которые также будут проходить подобный тренинг, чтобы они понимали, что, ну, это не пустая это трата времени, что это действительно полезная вещь, вот, поэтому оставляем отзывы и идем, да, кому важно, кому интересно дальше прокачивать себя, улучшать свою самооценку, уже идем на платную движуху, уже на платный курс, да, напоминаю, что базовый тренинг, да, недельный будет стоить у нас две с половиной тысячи, да, это для тех, кто прошел вот эту подготовку, соответственно, две с половиной тысячи, так он стоит семь, вот, вам будет он таким бонусом с такой скидкой, вот, и те, кто хотят пройти трехнедельный VIP-тренинг уже с моим личным участием, те тоже 24 часа на решение, можете оставить предоплату, чтобы застолбить ваше место, да, пять тысяч предоплата, и тренинг у нас, вот этот, будет стоить уже для вас 14 тысяч девятьсот девяносто, вот, поэтому решайте, не откладывать своих решений, действуйте уверенно, решительно, и, в общем, кто хочет, да, пожалуйста, поставьте сейчас, вот, прям, ну, кто готов дальше, идти, кто готов дальше участвовать, вот, прям, поставьте плюсики под этим видео, да, вот, сейчас я в комментариях, там, раз, прям плюсик, отправить, вот, кто готов, и мы потом с вами, со всеми лично уже свяжемся, да, и расскажем, как, собственно, какие условия, как там, перечислить деньги, но все уже такие технические моменты, вот, так что под этим видео прям ставьте плюсики, и мы с вами свяжемся, уже обсудим индивидуально, ну, ну, что, все большие молодцы, куда деньги переводить, деньги, деньги на карточку переводить, я вышлю номер, соответственно, да, вы сначала поставьте плюсы, кто готов участвовать, я вышлю каждому номер, и, собственно, с каждым свяжусь индивидуально, отлично, отлично, ребята, вот, так что, давайте, принимайте свое решение, не медлите, и спасибо всем, все молодцы, кто дошел до конца этой недели, кто следил, участвовал, и выполнял задания, да, дальше будет еще лучше, и еще интересней, все, увидимся с вами на другой части, всем пока!